Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон. И мы пытаемся найти какое-то назидание в первых главах, где в основном перечисляются имена родоначальников тех или иных племен, тех или иных родов. И вот если говорить о восьмой главе, то с первого по двадцать восьмой стих потомки Вениамина, это сын Иакова и Рахили. Вениамин, он же брат Иосифа, Иосифа Прекрасного, и самый младший из двенадцати колен еврейского народа. Как я уже объяснял, это колено известно тем, что из него произошел царь Саул. Это имя по-ебрейски произносится как Шауль. Но это колено Вениаминова, известный и тем, что из него выходит апостол Павел. Его имя транслитерируется в синодальной Библии как Савл до обращения ко Христу, когда он становится Павлом. Но на самом деле его имя было такое же, как и у первого царя Саула. То есть он тоже был Шауль. Но в том произошло перемен его имени. Собственно, предки и потомки царя Саула, о них говорится с двадцать девятого стиха по сороковой стих. И в окончании перечисления всех этих имен сороковой стих сообщает «Сыновья Улама, одного из потомков Вениамина, были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков. 150. Все они от сынов Вениамина». Мы уже раньше встречали нечто подобное, но там говорилось о женах и сыновьях. А почему здесь говорится о сыновьях и внуках? То есть обучение людей к воинской брани осуществлялось с самого раннего, нежного возраста. И в этом принимали участие не только отцы, которые обязаны по закону Божию воспитывать своих сыновей, но и деды, которые воспитывают внуков, доставляя их вере и готовя к тем духовным браниям. То есть здесь автор этой книги, Ездра, отдает новый список колена Вениаминова, но уже не в общем перечислении колен израильских, а в связи с положением Иерусалима, который по традиции принадлежит Вениамину. 18 глава, 28 стих книги Навина, там об этом говорится, и в котором в этом городе Давид готовился построить храм. Список прадцов Саула, он отличен от списка данного в первые царей 9.1, в первые царей 14 глава, с 50 по 51 стих, но отличия, они несущественные, они могут быть связаны с теми либератными браками, которые заключались, когда иногда дается имя родного отца, а иногда дается имя либератного отца. Кстати, в родословии Иисуса Христа по Матфею и по Луке мы тоже видим нестыковку некоторых имен, и святые отцы объясняют тоже особенностями либератных браков, когда то дается имя по родному отцу, а то дается имя по оливератному отцу, и не всегда легко понять, в каком случае какое имя. Поэтому так называемые разночтения, на самом деле они не разночтения, это просто такие уточнения в тексте, чтобы нам как бы не волноваться за то, что один текст как бы входит в противоречие с другим. Никаких противоречий Библии нету, особенно при внимательном вчитывании в тот или иной текст. Продолжение следует...